В последнее время нам на почту стало поступать очень много вопросов о том, что происходит, где моя посылка, почему нет номеров для отслеживания, для СДЭКа. Я сейчас постараюсь вам кратко ответить на все эти вопросы, чтобы объяснить ситуацию, чтобы вы не переживали, чтобы знали, что сейчас происходит. На самом деле сейчас 100% достоверную информацию, увы, дать не может никто. То, о чем я буду говорить, это неофициальная информация, которая получена из не очень официальных источников. Но просто то, что я вижу, оно соответствует тому, что мне рассказывают. Начнем с почты. Что происходит с почтой? Очень много посылок, которые были отправлены. Нам говорили, что они все уйдут в море. Маленькие посылки, большие посылки. Но сейчас я вижу, что уже начали появляться посылки небольшие, до 2 килограмм уже в России. И сейчас есть информация, что часть больших посылок, которые на раме СП, которые были отправлены после закрытия границ, что часть из них ушла морем, а часть из них полетит с самолетами, которые сейчас запустили. Опять-таки же, по неофициальным данным, Аэрофлот переделал свои пассажирские самолеты под грузовые и пустил в Таиланд. И СДЭК говорил, что у них там все выкуплено и первыми самолетами они полетят. Но в итоге почта Таиланда, она подвинула всех, потому что у них очень хорошее отношение с Аэрофлотом. И в итоге первая партия посылок, она уже доставлена в Россию, потому что улетела на этом самолете. Есть информация, что эти самолеты будут летать раз в неделю, по четвергам. Есть информация, что позже запустят еще дополнительные рейсы, потому что скопилось много посылок, это услуга востребованная. И чтобы и Аэрофлоту остаться на плаву, и чтобы почте выжить, они решили поступить таким образом. Опять-таки же, это информация из неофициальных источников. Это у кого-то знакомые работают на таможне, у кого-то в аэропорту, у кого-то в аэрофлоте. И вот так вот по сарафанному радио, да, некоторые такие вещи передают. Как это происходит на самом деле, я сказать не могу. Но я вижу под рейтингом отслеживание, что часть посылок с номерами РР, она уже в России. Вот, так что в любом случае, все ваши посылки, которые ушли из Таиланда в это нелегкое время, они скоро появятся. Если они отправлены морем, морем в мирное время, посылки доставляются 2,5-3 месяца. Здесь, ну, возможные задержки, хотя, в принципе, пока корабль придет, уже как бы карантин безъяснил, я думаю, что все будет быстрее. Вот. Я уже думала начать компенсировать те посылки, которые были до 2 килограмм, у кого ушли и расставились никуда. Мы уже часть посылок поставили на компенсацию, но сейчас эти посылки уже начали появляться. Что касается СДК, то с почтой в целом все понятно. Что сейчас даже те посылки, которые вы отправляете сейчас, сейчас вернулся тариф в СЕЛ. Мы долго просили у почты Таиланда, мы долго с ними разговаривали, и уговаривали, чтобы вернули этот тариф. Сейчас его вернули. То есть сейчас у нас появился снова самый быстрый и дешевый тариф. Но также и есть тариф ЭР. Я рекомендую вам на самом деле отправлять именно ЭР, потому что эти посылки хоть и немного дороже, но они доставляются в разы быстрее. И сейчас после того, как уйдут все вот эти вот залежи посылок, которые застряли, некоторые посылки, вот еще важный момент, некоторые посылки почта Таиланда отправила обратно. То есть они полежали на границе, и потом они решили их вернуть отправителю. Все эти посылки мы отправляем без доплаты, с теми же номерами для отслеживания. Мы отправляем снова, и они все дойдут. В этом уже уверены, потому что мы знаем, что самолет уже летает, авиадоставка вернулась, по трекингамонтирования я уже видела движение. Так что все под контролем. Вот. Теперь, что касается с ДЭКом. Это очень больная у нас тема на самом деле. Сейчас ДЭКом занимаются новые люди. Это не те, с кем мы нахлебали с каши в прошлый раз. Сейчас здесь находится, ну как здесь, там. Потому что я сейчас нахожусь в России. В Таиланде находится официальный представитель от ДЭКа. Он застрял в Таиланде. Он не может никуда улететь. Вот. Он вообще приехал на неделю, чтобы продать франшизу, подписать договор, наладить все процессы и улететь. Но так получилось, что после того, как он прилетел, уже улететь он больше не смог. Потому что закрылись границы, все закрылось и все. Человек застрял. И сейчас он находится там. Я на прямой связи с этим человеком. В карантин мы старались использовать какие-то свои связи, знакомства и возможности моего тайского менеджера для того, чтобы они смогли открыть офис в карантин. В итоге со скрипом это открылось. Вы видели рассылку. Я вам присылала, где была информация о том, что 14 мая все посылки уйдут в самолет. Ну не самолет, а море. Да, нам обещали, что все наши посылки уйдут в море. Но, когда я начала спрашивать номера для отслеживания 15 мая, я говорю, слушайте, Константин, ну может вы как-то нам дадите, потому что люди спрашивают. Ну, во-первых, с номерами для отслеживания у СДК сейчас все не налажено. Потому что система только запущена. Еще не все детали мелкие проработаны. Вот. И он мне сообщил такую новость и говорит, а вы знаете, мы передумали отправлять морем. Я говорю, ну в смысле вы передумали? Мы уже всем сообщили, да, уже везде информация есть. Вы мне пообещали, что по этим тарифам будет отправлено морем. То есть все уже были согласны. Ну, этот маршрут еще не проверен, я в нем не уверен. Вот, когда я его оттестирую на коммерческих грузах, которые не B2B, не B2C, то есть не от бизнеса к частным лицам, а от бизнеса к бизнесу. Когда я протестирую, все косяки увижу, да, вот тогда я уже их могу запускать и для вас. Вот сейчас вот первая уже партия морем ушла, без наших посылок, несколько контейнеров. И если там все пройдет гладко, то скоро у нас появится достаточно дешевое море. Причем сейчас он нашел новый маршрут через Гонконг. И он говорит, что доставка морем будет составлять, именно сама морская пересылка будет составлять 10 дней. А уже после этого плюс 5 дней по России. То есть 15-20 дней ориентировочно нам обещают доставку морем. И при этом говорят, что будут более дешевые тарифы, чем у почты Таиланда. Это особенно актуально для тех, у кого посылки тяжелее 2 килограмм. Да, там 2-5-10 килограмм, это очень актуально. Опять-таки же, как нам обещали, эти тарифы будут дешевле. И там можно будет пересылать жидкости. То есть сейчас у почты Таиланда, они если сканируют и видят, что в посылке есть жидкость, если раньше они нам эту посылку возвращали, сейчас они без предупреждения отправляют эту посылку морем. А почта Таиланда еще не проработала маршрут как с ДЭК. И если посылка отправлена реально морем, а не самолетом, да, тогда эта посылка, она идет 2,5-3 месяца. И если вы не хотите рисковать, если видите, что у вас много жидкости там, сок нони, шампуньки, там всякие маски для волос в большом количестве, да, лучше отправлять с ДЭКом. Если у вас несколько посылок, то есть, если у вас дорогая посылка, СДЭК возьмет у вас паспортные данные нескольких людей, чтобы разбить на несколько посылок, но вы можете получить эти посылки на свой паспорт, да, просто для прохождения таможни будет использовано несколько паспортных данных ваших друзей, знакомых, близких там, кто у вас есть. Теперь по поводу паспортных данных. Это наша одна большая боль. Вот, мы сейчас не собираем паспортные данные. То есть, когда-то, когда мы работали со СДЭКом, мы тоже, мы у себя старались не хранить ваши паспортные данные. Там некоторые люди говорили, окей, пусть у вас будет эта вот форма, если что, там присылайте, да. Там, когда мы работали с СДЭКом в прошлый раз, мы пересылали им паспортные данные. У себя мы ничего не хранили, потому что у нас нету лицензии на обработку и хранение персональных данных. Мы сразу прислали СДЭК, у которого есть эта лицензия, и у них это хранилось. Но так как сейчас поменялся человек, который этим занимается, то есть поменялся франчайзи, человек, который купил эту франшизу, вся база данных клиентов собирается по новой. То есть, если вы один раз отправили СДЭКом, и у вас взяли паспортные данные, каждый раз вас никто дергать не будет. Да, вам будет приходить автоматическое письмо, можете его игнорировать, да. Но если вы первый раз отправляете посылку СДЭКом, мы вот сейчас как раз-таки вопрос решали, они говорят, давайте вы спрячете с своим клиентом и соберете, я говорю, извините, но вы же сами выступали в прямом эфире в Инстаграме, и вы же сами говорили, что не надо нам ничего собирать, что ваши сотрудники будут связываться с людьми и будут собирать паспортные данные. Но сейчас получилось так, что просто у нас много заказов, и они хотят, чтобы ваши посылки быстрее ушли. Сегодня летит самолет, и на этот самолет, чтобы попали все посылки, нужно, чтобы были обработаны все паспортные данные. Вот, по максимуму. И да, многим нашим клиентам писали, чтобы сквозь процесс писали, звонили менеджерам компании СДЭК. На будущее, я думаю, что, как упростить этот вопрос, да, с одной стороны, с одной стороны, мне вот говорят сотрудники СДЭКа, что у нас просто много мелких посылок, и есть, конечно, большой процент постоянных клиентов, но также есть процент людей, которые вот первый раз через СДЭК отправляют. Я думаю, что будет лучше всего, если после оплаты вашей заказа мы будем присылать вам автоматическое письмо с адресом, с электронной почтой сотрудников СДЭК, на которую вам стоит переслать паспортные данные. Мы будем прикреплять форму, в которой будет образец для заполнения, чтобы вы знали, какие данные есть. Я понимаю, что не у всех есть возможность, не у всех есть программы на компьютере, да, или это делать через телефон, через который вы можете отправить паспортные данные. Но вы просто, в этом случае просто напишите текстом. Если вы можете заполнить форму, это хорошо. Если не можете, просто текстом, если вы напишите те данные, которые нужны для заполнения формы, этого будет достаточно. Сотрудники СДЭК это все оформят, все будет хорошо. Вот. Но зачем нужны вообще паспортные данные и ННН? По законодательству, вот я не помню, с какого года, потому что когда мы год назад работали со СДЭКом, это уже было необходимое требование. Коммерческие компании, которые занимаются международной перевозкой, обязаны предоставлять при прохождении таможни, при таможенной очистке грузов и заказов, которые заказывают наши соотчистники из-за рубежа, они обязаны предоставлять свой ИНН и паспортные данные. Раньше это было нужно для того, чтобы они контролировали, что вы не заказываете товаров из-за границы на сумму больше 1000 евро. Да, хорошие были времена, когда мы могли в месяц получать на 1000 евро. Сейчас, сейчас вы можете получать на самом деле на большую сумму, но важно, чтобы одна посылка была не больше, чем на 200 евро. Ну и опять-таки, если у вас будет 5 посылок на ваше имя по 200 евро, у таможни тоже могут возникнуть вопросы, они там сидят не дураки, поэтому в одной парте раз в неделю желательно, чтобы было несколько отправителей с разными паспортными данными. Но раз в неделю вы можете себе смело заказывать посылки по 200 евро, и все будет хорошо. Вот, СДЭК, также вот тоже особенность СДЭКа, то, что они берут цены с нашего сайта без скидок и без специальных предложений. Поэтому они будут считать и делить посылки по 200 евро строго по ценам наших сайтов без учета всяких скидок. Вот, поэтому, может быть, вам понадобится несколько паспортных данных для того, чтобы отправлять посылку и получать эти грузы с СДЭКом. Вот. Сейчас, да, вот при запуске СДЭКа было очень много сложностей. В прошлую субботу я очень серьезно разговаривала с представителем СДЭКа, потому что при начале работы был дан нам ряд обещаний по работе. И по тарифам, и по пересылке, и по срокам. И у нас там были другие договоренности, я не буду озвучивать, что у нас были личные договоренности, касающиеся внутренней работы нашей компании. И в итоге эти договоренности не были сдержаны, и я предъявляла претензии. В итоге они пошли нам навстречу, мы нашли компромисс, как это все сделать. Вот. И сейчас они, конечно, очень извиняются за то, что так получилось, потому что на самом деле сейчас во всем мире форс-мажор. Ситуация меняется каждый день. К счастью, сейчас эта ситуация уже меняется в лучшую сторону. Поэтому мы надеемся, что в ближайшем будущем все вот эти вот проблемы, они нормализуются, все решится, и мы снова приступим к стабильной, спокойной работе. Потерпите, пожалуйста, еще чуть-чуть. Мы уже очень много сделали для того, чтобы вы могли получать свои грузы как можно быстрее. Чтобы вы не переживали. Мы сейчас вот решаем вопросы компенсации тех посылок, которые долго нигде не появляются, которые весом до 2 килограмм. Все эти вопросы мы сейчас стараемся решить. Если у вас появился какой-то вопрос, претензии, рекомендации, обращайтесь, пожалуйста, в нашу почту info.sobaka.ru и мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Спасибо вам, что вы с нами.